День защиты детей Нам нужна защита Нам нужна не только защита Нам нужно, чтобы в этом зале было и холодно летом И тепло зимой Согласны с этим, нет? Чтобы не удручать всех моими словами Во-первых, хочу поблагодарить всех тех, кто пришли к нам в гости У нас, знаете, Бог посылает людей, которых ты не ожидаешь вообще по жизни увидеть или знать, что они к вам приехали У нас есть друзья из Бразилии Приехали, вот смотрите, Бог сказал им это сделать Полтора года назад они были у нас, где мы собирались, на Красном переулке В этом году они еще раз приехали Потому что Бог сказал им И возвращайтесь к корням Они сказали, что вам нужно понимать, что такое Машея Хешуа И они приехали ко мне и говорят Скажите, что это вообще значит? Приехать из Бразилии Спросить вопрос Я говорю, первое Потому что у нас Руд здесь есть со своим сыном И она говорит, ну мой дедушка вообще-то как бы из Украины Я говорю, вот тебе первый ответ Ищи корни Пускай тебе дадут все листва его дедушке Восстановишь вид на жительство, и ты уже почти украинка Второе, это то, что Бог делает с нашим народом Мы понимаем, что это важно, потому что они еврейские корни Тоже надо восстанавливать, они на верующем Мессию И вчера мы познакомились с двумя сестрами из Канады Они тоже так сказали Мы смотрели по интернету и решили к вам приехать Хорошо И у меня вопрос, что Бог делает у нас здесь? Похоже, люди из других стран к нам приезжают А наши отсюда уезжают Парадокс какой-то Может мы заменим всех? И будет нормально, друзья И поэтому у меня сегодня послание Послание ко всем нам, оно звучит двояко Как вопросительный вопрос Так же как бы некое такое состояние Но чего-то такого будущего Я назвал это так В ожидании лето Господне благоприятное Некое такое будущее И лежит, по-другому сказать, с интонацией В ожидании лето Господне благоприятного Чего вы ждете? Тема вообще-то о ожидании не нова для многих из нас Нас все же Но все же, несмотря на начало Уже сезона отпусков Начало предвыборной кампании За места в парламенте Мы в ожидании перемен Или нет? Нас не Нас не оставляет мысль У многих из нас Что еще что-то может измениться Кто с вами согласен Что что-нибудь может что-то измениться? Важная мысль вот в чем Ведь мы же не ожидаем плохого Вот если когда мы поднимаем руки Мы же не ожидаем плохого Нет, абсолютно В этот четверг я побывал на 8-м национальном молитвенном завтраке Украины От увиденного и пережитого У меня появилось позитивное ожидание О будущем нашей страны Честно я скажу От того, что я увидел и пережил У меня появилось позитивное состояние Что не дождетесь У нас все будет хорошо Я знаю, что Бог выйдет нам навстречу Как стране, Украине Навстречу, когда мы будем тверды В наших ожиданиях О наших правителях Судебной реформы Здравоохранения Армии Внешней политике Экономике И образованию Нам нужно менять свои ожидания Ожидание является естественным состоянием Любого человека в этом зале Или же на улице Это естественно Так мы смотрим в будущее с надеждой А не с каким-то негативным мышлением Вопрос сегодня для всех нас состоит в следующем Если мы с вами ожидаем А мы всегда что-то ждем Мы всегда что-то ждем Мы ждем, что кто-то к нам позвонит Мы ждем, что нас не арестуют Мы ждем, что все будет хорошо Что нас не захватят Что нам не отключат газ Что нам еще свет будут продлевать Что у нас хотя бы повысит тарифы Имеется в виду на Не-не-не-не Я специально сказал Тарифы на нашу пенсию Что нам песню повысит И слава Богу, что это хоть будет Мы всегда как люди ожидаем Что все-таки что-то изменится Ну а вопрос Чего мы ждем? Что мы ждем? Ожидаем ли мы позитивного или негативного? От исхода обстоятельств, в которые мы попали Ожидаем ли мы достаточно твердо Так как вся Библия, все Писание Дает нам намек о том, что Бог выходит На встречу с тем, кто ждет С твердым упованием Все Писание Оно как бы дает нам намек Если ты чего-то ожидаешь И иметь твердое Упование на того, от кого ты ожидаешь Сегодня 12.40 Пролетит Татьяна И я в ожидании этой встречи Я ожидаю, что самолет прилетит в Одессу вовремя И я буду стоять у выхода из терминала с надеждой И эта надежда Меня не постыдит То, что можно стоять с букетом Или там чем-то еще Я могу стоять еще с толпой людей Которые могут туда поехать Но все-таки моя надежда, что я увижу свою жену Она меня не постыдит Я увижу любимую И не сомневаюсь в том, что это случится Надя, почему? Потому что я уже получил смс Что она села в последний самолет Я это говорю, потому что Я хочу предоставить вам Именно тот вопрос ожидания Интересный парадокс в том, что От уровня нашего ожидания Зависит и наше восполнение Которое, конечно же, приходит от Бога От уровня нашего именно ожидания Приходит и восполнение Бог встречает наши ожидания На том уровне, которым мы верим Вообще-то Бог желает творить для нас неожиданное Но нам нужно дать ему место Иногда мы закрыты Мы закрыты, чтобы в нашем негативном ожидании Давать ему еще место Не просто знать, что происходят чудеса Не просто знать из Библии или же от слухов, что происходят чудеса Мы говорим, да-да, чудеса совершаются Но ожидать это чудо Ожидать, что наши мечты сбудутся И, возможно, эти сбывшиеся мечты у некоторых Покажутся очень тяжелым крестом Тяжко его нести Но это же были ваши ожидания от Бога Так что не бросайте крест Несите его Сара, несите Вы понимаете, о чем я говорю? Мы иногда ожидаем, просим Получили и думаем, оно мне надо было Ждать Ждать нужно исполнение ожидаемого Интересное еврейское слово, которое используется Вот слово в ожидании У нас есть такое имя еврейское Циля, да? А на еврейском Слово ожидания чуть-чуть похоже на это Цепия Или же в множественном таком числе Это будет как цепиот Знаете, что оно значит? Ожидать, надежда, чьяни, созерцание, взгляд и вид Но с ума суть слова В целой фразе Это расчет на чье-то потенциальное действие Ожидание, это расчет на чье-то действие Или какое-либо потенциальное событие Вот что означает ожидание Часто происходит так, что у нас Негативное чувство, ожидание Перевод, ну, перетягивают Вот весы позитивного Мы ожидаем того, чего мы не хотим Чтоб с нами случилось И это начинает нас разрушать и раздражать Мы при некоторых обстоятельствах Позволяем мыслям оккупировать наш разум Что отношения могут быть не вечными Да? А вообще, как бы, заветы могут быть не вечными Я вообще не понимаю таких людей, которые сделали водные погружения Сделали заветы, а потом сказали Извините, я ошибся адресом Понимаете, о чем я говорю? Что любовь проходит Тут наши ожидания меняются Очень быстро От позитивного Того, что мы хотели видеть в Боге Когда мы пришли к Нему Вдруг они перерастают в негативные чувства Мы начинаем ожидать, что не справимся с работой, которая у нас есть Или ожидаем, что не сможем быть посвящены тому или другому служению Мы ожидаем, что зависимость, с которой мы боремся, непобедима Мы ожидаем, что перемены, которые мы хотели увидеть, не дадут результата Вдруг какая-то мысль приходит Что, что мы ожидали Вдруг А вдруг оно не случится Но Писание говорит о том, что Бог имеет благие намерения О нас Так почему же мы часто ожидаем худшего? Иеремия 29, 11 Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду Будущее и надежда зависит от нас или от Бога Но мы, зависит от нас только одночасье Ожидать то, что Он обещал Возможно, вы думаете Если не буду ничего ожидать То и меньше разочароваться буду Ну, люди так думают часто Чем меньше я вообще от кого-то чего-то ожидаю Меньше буду разочароваться Друзья, я скажу вам истину Что без ожидания Мы теряем свое предназначение Без ожидания мы теряем то чувство, которое называется Пережить встречу с Богом Надежда, которая не постыжает Для того, чтобы восхищать то, что Бог приготовил для нас Нам тогда нужно подняться на уровень Его ожидания Потому что Бог всегда выходит навстречу тем Кто имеет надежду на Него На уровень необычного Неожиданного На уверен всех естественно Уровень невозможного для человека Но возможно для Бога Я думаю, что пришло время для нас всех Пересмыслить о нашем ожидании Если мы этого не сделаем То окружающие люди вокруг нас И обстоятельства сделают это за нас Аминь Если мы не пересмыслим Не перейдем на другой уровень нашего ожидания То за нас сделают те люди, которые вокруг нас И те обстоятельства, которые нас чуть-чуть раздражают Все они за нас сделают Нам просто ничего не нужно делать Первое, чего нам с вами нужно избавиться Так это те выражения, те слова То, что мы говорим От своих слов ты оправдаешься и осудишься То, что мы говорим Когда выходит слово Оно уже имеет силу Нам нужно избавиться от слов Которые мы с вами Либо оправдываем себя Либо осуждаем Мы не ожидаем лучших перемен В нашей стране, в нашей жизни И вообще в наших обстоятельствах Так как считаем, что мир вокруг нас Диктует новые тенденции Мы так часто говорим Ой, все же вокруг меня происходит Я бы хотел, но то, что происходит вокруг меня Не дает мне просто какого-то позитивного мышления Что будет лучше Время диктует нам новые тенденции, мы говорим Кидает нам новые вызовы Мышления, трудности, с которыми мы легко соглашаемся, друзья Мы легко соглашаемся с тем, что наши дети Должны как бы утнуться носом в этот телефон И больше ничего они не видят Наши ожидания, что что-нибудь изменится в этом мире Становится ниже уровня Вместо победы мы соглашаемся с поражением Тенденции общества никогда не улучшались И от создания мира никогда не улучшались То есть они говорят о том, что будет еще хуже Будут предавать, будут врать, будут воровать Будут делать то, что они хотят делать То, что было злом, станет нормальным То, что нормально становится злом Поэтому в сторону божественного исправления То есть Тикуналам, избавления, да, такого Мирового Не идет этот мир к тенденции Если мы сравним наши ожидания С тенденцией мира Мы никогда не сможем жить сверхъестественно Если мы будем сравнивать наши тенденции Наши ожидания с тенденцией мира Мы никогда не сможем жить сверхъестественной жизнью 1 Иоанна 2,16 Ибо все в этом мире похоть плоти Похоть отчей и гордость житейская Не есть от Отца, но от мира всего Вы согласны с этим? Ибо корень всех злов есть слеполюбие Которого предавшись, некоторые уклонились от веры И сами себя подвергли многим скорбям Некое ожидание С чего? Если мы можем проследить влияние информационного поля А сегодня так популярно Уткнуться где-то в сообщения Всевозможные блоги Телевизионные передачи, радио И знаете, это общество зомбировано Всякой информацией И то, что мы переживаем Если мы будем нормально думать и смотреть Кроме негативных тенденций, плохих прогнозов на будущее Нам ничего позитивного не могут предложить Мы слышим только негатив Нет никакого будущего Нет даже у нашей страны при всех этих переменах чего-то светлого Если вы посмотрите всю информацию То, что нам пытаются вложить в наш разум И это формирует наши с вами ожидания А формирует нашу с вами веру Вы скажите, надо читать писание Надо посмотреть то Читайте Перестаньте смотреть зомбоящики Смотреть зомботелефоны Извините Читать зомбоэсэмэски Начинайте думать Лично я не хочу верить всему тому Что говорят политологи и эксперты Знаете почему? Они не боги Они люди Они люди Я хочу верить в божий выбор Божий уровень ожиданий для себя Не только для нормальной жизни в Украине Но и для роста общины Богосостояние всех членов общины Для выхода из застой Как экономического, так и духовного Я хочу верить в эту позицию Ожидать, что это произойдет И это мои ожидания Каковы ваши? Какие ваши ожидания? Это наше право верить в перемены Наш выбор ожидать лучше От грядущих перемен Это именно повышение планки Нашего ожидания Бог будет менять Украину И самих нас Если мы повысим наши ожидания Больше Не опуская их в негативную сторону Давайте повысим уровень нашей веры И этот выбор Эти выборы И перемены Не сломят нашего стремления К лучшей жизни И достояния Давайте верить в духовное возрождение Давайте верить В духовное возрастание Чудеса для каждого из нас Давайте повысим Планку ожидания Это наше время перемен Это юбилейный год Мы говорим Это юбилейный год Это время освобождения От навязанного мира мышления На провал Все, что мир нам диктует Не будет Это провал Любое ваше решение Любое ваше действие Это провал Я скажу Это наша земля И враг И враг не сможет нас сокрушить Аминь Аминь Возвращать мертвых Жизни Зависимых Свободе Больных К полноценному здоровью Ожидание Это Возвобождение В веры Если наше ожидание Не базируется На сверхъестественном Не базируется На неординарном Или на Противостоянии Вызовом Тогда нам И веры Не нужны Наше ожидание Это наша вера Послание к евреям 11.6 А без веры Угодить Богу Невозможно Ибо Надобно Чтобы приходящий К Богу веровал Что он есть Ищущим Его воздает Без ожиданий Нет воздаяния Если ты не ждешь Не ожидай Что ты что-то получишь Вот такие Вот какие ожидания Я Хочу видеть в людях И в себе Вот что я ожидаю В людях Если вы взяли кредит Под бытовую технику Послушайте внимание Вот какие ожидания Вот что я Хотел бы видеть в людях Какие ожидания Я хочу видеть в людях Если вы взяли В кредит Бытовую технику То ожидание Которое выражается В вере Звучит примерно так Я выплачу мой долг За стиральную машину За половину срока А потом подарю ее Тому кто нуждается Вы слышите Ожидание Планка ожидания Не просто я Мои ожидания Что я где-то Каким-то образом На трех работах Наконец-то Выплачу Эту стиралку А я выплачу ее За пол цены Вернее за пол срока А потом ее подарю Тому кто нуждается Это называется вера Если я ожидаю Ожидание о работе Я сейчас работаю На работодателя Но придет время Я буду давать работу Тем Кто нуждается в ней Это ожидание Это вера Это настрой Что Бог будет с тобой Ожидание помощи У каждого из нас Есть ожидание помощи Я сегодня нуждаюсь Чтобы мне помогли Но приходит время Когда я буду помогать Всем тем Кто нуждается Ожидание полноценном здоровье У нас много таких есть людей Я сегодня нездоров Но я буду исцелен И восстановлю И всегда буду молиться Не сомневаться Что другие получат То же исцеление Это уровень нашего ожидания Ожидание о свободе Я сегодня связан Многими губительными привычками Но мое время пришло И лето Господне Благопримятное Он дает свободу Тем Кто в темнице И я буду тем Свободным человеком И помогать тем Кто нуждается В этой свободе Это повышение Нашего ожидания Возможно вы уже Что-то подобное Проходили Может быть не раз И мне И имейте Об этом свое мнение Говорите Да, да, да Говори Я уже это проходил Возможно это звучит безумно Но все же С чего-то нужно начинать Поднявши планку надежды Бог не остается Равнодушный к нам Возови ко мне Я отвечу тебе Покажу тебе Великое Недоступное Чего ты не знаешь Шеремия 33 Невозможное Непонятное Для нас Возьмите себе На заметку Исайя 30 глава Возьмите После себя Сделайте заметку Я почитаю вам В двух переводах Один русский А другой украинский Господь желает Вить Вам свое милосердие Он медлит Он хочет возвысить И успокоить вас Господь справедлив И каждый Кто ждет Его помощи Будет Благословен Это говорит нам Пророки Пророческое слово Сегодня ко многим Из вас И про то Господь будет Чекаты Че помыл это вас И тому Вин Поднимается Щоб милосердие Чините Над вами Господи То Бог Правосудия Блаженны Уси тих Кто надею На Него Покладает Надежду На Него Возлагает Услышьте Ожидание Которое Нам нужно Повысить Мой сегодня Вопрос Ко всем нам И тем Кто сегодня Нас смотрит В прямом эфире Чего вы ожидаете Что вы хотите То есть Чего ждете Чтобы наши дети Искали лучше жизни В другом месте Чтобы наша страна Стала колония Третьего мира Чтобы наша семья Не праздновала Золотой Свадьбы Чтобы наш бизнес Зависела продаж И плате Способностей Наших клиентов Обыденности жизни Которой мы живем Или же От Божьего Благоволения Чего мы ожидаем Знаете Сотни тысяч людей Окружили личность Которая Открывала глаза Слепым Поднимала Хромых И стеляла Прокаженных Поднималась К жизни Мертвых Кормила Голодных Обеспечила Финансами Оплачивала Свой налог Омывала Ноги Ученикам Останавливала Смертную Казнь Обличала Несправедливость Утешала Вдов Давала Надежду Людям Его Имя Ишу Один Зарета Отвергнут Мессия И Спаситель Мира Послушайте О чем я говорю Когда Его Кружила Толпа К нему Невозможно Было Добраться Внезапно Произошло То Что Может быть Натолкнет Каждого Из нас Поднять Своё Ожидание Что Сможет Дать нам Толчок Двигаться Дальше Поднять Своё Ожидание О том Что Не должно Так Быть Всегда К нему Прикоснулась Женщина Которая Страдала 12 лет Кровотечением Постоянного Кровотечения Она Ожидала Исцеления И вера Пробиралась Через Толпу Людей Потому что Знала Что получит Ожидаемое Она Знала И когда Она Прикоснулась Посмотрите Матфея 9-20 И вот Женщина 12 лет Страдавшая Кровотечения Подойдя Подойдя Сзади Прикоснулась Краю Одежды И что Дальше Присошло Я буду Читать Разные Местописания Из разных Евангелий Марка 5 глава 30 стих В то же Время Ешева Почувствовал Сам себе Что вышло Из него Сила Обратился В народе И сказал Кто Прикоснулся К одежде Моей одежде Он Искал Ее Он Искал И что Происло Еще Сказал Прикоснулся Ко мне Некто Ибо Что Я Чувствовал Силу Ищущую Из меня Он Чил Лукавость Моя Глава 14 стих О 46 стих Извините Он Я Почувствовал Кто Там Прикоснулся И сила Пришла Когда Мы Повышаем Наши Ожидания И будем Прорываться Посреди Препятствий Встречи Нашего Ожидания Тогда Наша Вера Способна Получить То Что Бог Приготовил Нам Ешева Когда Мы Будем Повышать Когда Мы Повышим Наши Ожидания И будем Прорываться Прилагать Усилия К тому Чтобы Прикоснуться К нашему Ожиданию Бог Сделает То Что Он Дал Нам Ешева Мессия Сотни Людей В тот День Прикасались К Ешева По Разным Обстоятельствам Кто Тоб Был Любопытен Толкался Хотел Увидеть Его Лицо Это Посмотреть А Я Видел Кто Толпе Был Рядом Чтобы Другим Потом Сказать Я Тоже Был Посреди Них Как Многие Из Депутатов И Наших Людей Которые Пытаются Это Что С Кем То Быть Это На Фотографии Всем Раскидывать Кто Толпе Рядом Был Потому Что Его Вообще Туда Занесли Он Не Хотел Но Его Туда Занесли А Кто Может Хотел Взять Я не знаю Хотя Зачем Это Еще Нужно Было В то Время Но Послушайте Никто К Нему Не Прикасался С Повышенным Ожиданием По Разным Причинам Толпа Была Возле Него Но Никто Не Прикасался К Нему С Повышенным Ожиданием Перемен Как Это Сделала Эта Женщина Вот Какой Результат Произошел Ишу Повернулся И Говорит К ней Дерзай Черь Вера Твоя Спасла Тебя И Женщина С того Чаша Стала Здоровой Она Не Единственный Человек Который Прорывался Через Толпу Помните Вартемея Ему Кричали Заткнись А он Прорывался Вера Твоя Спасла Тебя И В тот Час Прозрел А Ешуа Пошел Дальше Таких Событий Было Множество Жизни Тех Людей Которые Толпились Возле Ешуа А Кто Мы Как Верующие Люди В Толпе Сегодняшнего Религиозного Мира Кто Мы В Этой Многолюдной Толпе Людей Которые Чего-то Хотят От Ешуа Сегодня Мы Являемся Частью Толпы Которая Трется Чтобы Что-то От Него Получить Каких-то Непонятных Идей Или Мы Те Которые Хотим Знать Кто Он Чего Вообще Мы Тремся Возле Него Сегодня Зачем Сможем Ли Мы Пробраться Через Толпу Как Вартимей И Как Эта Больная Женщина Чтобы Получить Ожидаемое Одно Дело Говорить Богу Что Он Может Сделать А Другое Что Он Делает И Он Сделает Это Для Меня Одно Дело Что Он Делает А Толь Что Он Сделает Многие В толпе Верили Иначе Не Были Бы Вокруг Ешуа Многие Люди Верят Но Они Не Прикасаются К Нему Не Достигают Той Той Цели Цели Которые Они В Ожидании Получить Что Либо От Бога Послание К Евреям 11 1 Вера Жизнь Ощущение Неожидаемого И Уверенность Невидимым И Если Мы Хотим Вить В Освобождение В Освобожденную Силу Божию Для Перемь Тогда Мы Должны Переходить От Простой Веры Чтобы Бог Мог Сделать В Ожидание Что Сделает Ибо У Бога Не Остается Бессильным Никакое Слово Луки 1 37 И Нам Мы Должны Перейти От Следующих Марка 9 Глава 24 Говорит Тот Час Отец Отрока Воскликнул Со Слезами Верю Господи Но Помоги Моему Верю Мы Должны Перейти От Верю Помоги Мо Неверю К тому Что Сказала Мирям Мать Тогда Мирям Сказала Сера Батвая Господи Да Будет Мне По Слову Твоему Да Будет Некое Дерзновение Мы Часто Думаем Что С Богом Все Возможно Но Ожидаем Что Неда Не Случится С Нами Нам Нужно Изменить Это Мышление Как Верующим Я Не Говорю Сегодня К Нашей Общине Архам Аш Или Тем Кто Служит Нас Просто В интернете Говорю Сегодня Посланника Всей Церкви Господней Всем Верующим Как Изменить Наше Мышление Я Вам Приведу Несколько Примеров Посмотрим Как Я Успею По Времени Вспомним Яков Бытие 28 12 И Увидел Во сне Лестница Стоит На Земле А Вверх Ее Касается Небо И Вот Ангелы Божьи Восходят И Нисходят По Ней Кто Такие Ангелы Нам Нужно Понимать Что Божье Провидение Или Божье Обеспечение Оно 24 Часа В Сутки 7 Дней В Неделю 365 Днев В Году Они Эти Эти Дни Для Нас Каждый Раз Дальше Посланник Евреям 1 14 Не Все Ли Они Суть Судеб Служебные Духи Посылаем На Служение На Тех Которые Имеют Наследовать Спасение Бог Говорит У вас Есть Те Которые Что То Делают Из Небес Переносит На Небо На Землю Потому Что Писать Говорит Что Мы Верой Берем То Что Нам Приготовлено 1 Кориффе 2 9 Но Как Написано Не Видел То Глаз И Не Слышало Ухо И Не Приходило То На С Это Человек Что Приготовил Бог Любящим Его Вам Даже Не Снилось Но Надо Поднять Наши Ожидания Божьи Склады Благословения Полны Его Благодати Милости Великой Радости Которую Он Хочет Дать Своему Народу Утешение Благорасположение Благоволение И Обновление Все Что Принадлежит Нам Сегодня Все Где-то Приготовлено И Упаковано Несмотря На Все Переживания Которые Мы Проходим А Возможно Еще Не Раз Мы Будем Проходить Наши Трудности И Поэтому У нас Есть Упование Того Кто Может Изменить Все Для Этого Наша Вера Наверное Испытывается Чтобы Нам Восхищать То Что Нам Уже Приготовлено Псалом 19 3 Да Пошлет Тебе Помощь И Святилище И Сиона Подкрепить Тебя Он Говорит Я Подкреплю Нам Нужно Помнить Божье Обетование Говорить О них Всегда Эти Обетования Связаны С Пасхой Песохом И Наш Песох Машия Который Был Распит За Нас Какие Обетования Это Были В тот День Подняв Руку Свою Я Поклялся Им Вывести Из Земли Египетской Он Это Сделал В Землю Которую Я У Усмотрел Для Них Текущим Молоком И Медом Красу Всех Земель И Первая Книга Макхиавельская 261 Говорит Так Итак Помните От Рода И до Рода И Что Все Надеющиеся На Него Не Изнимогут Пророческое К нам Послание Мы С вами Можем Отговаривать Сами Себя От Чудес Вы Знаете Да Ну С кем Это Происходит Но Не Со Мной Или Можем Наоборот Провозглашать Это В Нашу Жизнь Каждый День Каждое Утро Говорить О том Что Бог Милостив От Своих Слов Мы Осуждаемся Своем Неверии И Своих Слов Мы Оправдываемся Когда Мы Говорим И Уповаем На Него Примудрите Соломона 15 1 Говорит Но Ты Бог Наш Бог Истинный Долготерпелив И Управляешь Всем Милостиво Мы Можем Говорить Эти Слова И Места Писания Провозглашать Для Своей Жизни Случалось Ли У вас Что В Одном И Тоже Месте Где Мы Находимся Было Ли Так У Вас Вот Идет Собрание Все Люди Слышат Одно И Тоже Проповедь Все Люди Переживают Во время Поклонения Одно И Тоже Чувство Даже Переживают Он Говорит Да Действительно Господь Явился Своей Силой Но Одни Уходят С Чем То Да Вот Каким Тем Ожидание Исполнение Ожидания А Другие Уходят Опустошенные Абсолютно Ничего Не Произошло В чем Проблема Я Наверное Думаю Мой личный Понимание Это Когда Мы Приходим В Дом Божий Мы Должны Повысить Свою Планку Ожидания Потому Что Бог Встречает Нас На Том Уровне Что Мы Ожидаем Одни Получ Люди Получают А Другие Уходят Домой Общи Без Ничего Бог Не Отвечает Прихожанам Трущийся Возле Возможности Что Получить Бог Отвечает Тем Повышает Сою Планку Веры Намного Выше Вера Говорит Твердо И Уверенно В ожидании В том Что Она Получит Непоколебимо Смотрит Вперед Позитивно В будущее Вопрос Когда Скоро Не Нужно Просто Говорить Ну Если Богу Будет Угодно Вы Скажите Ребе Так Написано Да Не Нужно Говорить Если Будет Угодно Вообще Богу Будет Его Воля Или Время Покажет Не Нужно Говорить Это Не Нужно Быть Самоуверенным Также В Своем Деле Что Вы Делаете Но Важно Знать Что Бог Благоволит К Смиренным Сердцем И Смиренный Человек Не Станет Говорить Всем Что Бог Ему Обещал Или Что Бог Мне Сказал Мне Бог Сказал И Все Нужно Говорить Очень Просто Видит Бог Мою Нужду Скоро Войдет Мне Навстречу Когда Тебя Спросят Ну Когда Придет Твое Иссаление Или Когда Там Будет Прорыв Когда Ты Станешь Богатеньким Нужно Говорить Просто Знает Бог Все Мои Пути Скоро Направит Меня На Тот Путь Который Мне Нужен Помнит Бог Все Обещания Свои И Скоро Исполните Те Которые Дал Мне Слово Скоро Скоро Очень Важно Книга Сераха Ибо Легкова Чья Господа И Скоро Внезапно Обогатит Бедного И Это Бывает Возвожу Отчим Игорам Откуда Приходит Помощь Моя От Господа Сотворившего Небо И Землю Вы Когда Нибудь Жалели Что Пообещали Ребенку Что-то Кто Из вас Жалел Что Когда Нибудь Что-то Пообещал Ребенку Особенно Пятилетним Шестилетним Ну Да Я Понял Что Не Все Можно Обещать Когда Воспитывал Своих Детей Я Понял Что Не Обладает С моими Возможностями Вы Понимаете Да Особенно Когда Дети Начинают Смотреть Когда Другие Катаются На Велосипеде И Другие Детей Давай Попробуй И Там Они Поддерживают И Так Ты Смотришь На Это Все И Думаешь Ладно Слушай Классно Ну Надо Когда Начинать И Сынок Я Тебе Обязательно Подарю Лучше Ты Берешь Ребенка Уходишь Площадки И Следующий Вопрос Знаете Какой Нет Мы Идем Покупать Велосипед И Думаешь Подожди Я Как-то Не Думал На День Рождения Может Немножко Так Это Самое Мы Говорим Не Сейчас Проходит Немножко Времени Когда Неделя Ну Что Месяц И Говорит Ты Обещал Они Говорят Не потому Что Они Злые Или Они Придираются К словам Потому Что Для Них Обещание И Понятие Что Там За Тем Обещанием Ничего Не Стоит Не Существует Услышьте Меня Мы Говорим Что Мы Дети Божьи И Если У Бога Есть Обещание Которое Он Подтверждает Всем Тем Что Он Имеет Мы Не Можем Сказать Ему Ну Ладно Проехали Услышьте Услышьте У нас Есть Тот Кто Нам Обещал Больше На Лучших Обетованиях Не Просто Чтобы Иметь Хорошая Хорошую Жизнь И Он Обещал Не Потому Что Мы Будем Послушны Он Обещал Не Потому Что Мы Стали Хорошими Он Не Пообещал Потому Что Мы Стали Хорошими Благовестниками Столько Много Снопов Принесли Столько Снопов Мы Что Будем Ожидать Или Потому Что Вы Знаете Мы Ожидаем Чего Очень Хорошего А Потому Что Он Правильный Послание Сегодня В моем Послании Вы Измените Своё Ожидание О Боге Потому Что Он Уже Приготовил Для нас Лучше Повысим И давайте Сейчас В молитве Сейчас будет У нас Молитва Будем Ожидать Не 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 Ответ Поднимем Наши Ожидания В Боге Послание К Филиппинцам 2.14 Все Делайте Без Ропота И Сомнения Не Сомневайтесь Что Бог Приготовил Для вас Лучшее И Павел Пишет Тимофею И Так Желаю Чтобы На Всяком Месте Произносили Молитвы Мужей Также Наши Сестры Жены Воздавая Чистые Руки Без Гнева И Сомнения Слово Сомнения Часто Бывает В нашей Жизни И Наши Ожидания Подвергаются Сомнениям И Мы Уходим В Негатив Яков 1.6 Говорит Но Допросит С верой Немало Немало Не Сомневаясь Потому Что Сомневающийся Подобен Морской Волне Ветром Поднимающийся И Развиваем Давайте Мы Станем Наши Ноги И Если Нам Это Так Необходимо Повысить Наши Ожидания Немножко На Другой Уровень Давайте Мы Подойдем К этому Вопросу Намного Серьезнее Наши Ожидания Где Мы Живем Где Мы Работаем Наши Ожидания Об Обеспечении Каждый Год Мы Говорим О Целях Последующего Года И Этот Год Для Общин Орхамаши Бетель Двух Общин Которые В Сотружестве Не Являются Исключением Для Нас Следующий Год Это Послание К Евреям 11 Глава 1 Стих Этот Стих Все Знают Где Говорится О Надежде Где Говорится О Вере Я Хочу Зачитать Вам Его Вера Ж Есть Осуществление Ожидаемого И Уверенность В Невидимом Ожидание Как Долго Когда Это Придет Мы Не Знаем Но Мы Уверены В Том Что Это Придет И Мы Говорим О Том Что Еще Невидимое Станет Явным Здесь На Земле И Наши Ожидания В нашей Вере Они Будут Приводить К Большим Переменам